Тени Ивана покорила Берегиниум. В Архангельске завершил работу 4-й международный фестиваль профессиональных и любительских фильмов и программ «Берегиния-2014. Вместе в будущее». Творческой площадкой фестиваля в Архангельске стал Малый зал кинотеатра «Русь». Три дня, заполненные просмотрами конкурсных работ. А их не мало, не много, а 65. Небывалое число для любого фестиваля. В перерывах круглые столы, обсуждения и тренинги, экскурсии по городу и премьеры большого кино. Три дня пролетели, наступило время ЧМ. Спасибо за то, что вы верите в нас, за то, что вы объединяетесь вокруг вот этого искусства кино, вокруг этого вечного, вечного такого экрана. И в этом году, благодаря Министерству по развитию местного самоуправления, внутренней политики и правительству Архангельской области, наша Берегиния вышла на качественно новый уровень. И тема фестиваля позволила расширить, конечно, географию участников и, конечно, приобрести новых друзей-единомышленников. Спасибо вам, дорогие! Самая волнующая часть любого фестиваля. Представители из 25 городов России и зарубежья затаили дыхание. Сейчас жюри объявит имена лучших. Итак, победитель в номинации «Просто о главном» – северо-западное вещание город Мурманск. Три дня из жизни директора космоса. Космос – это клуб в маленьком городке Мурманской области. Директор космоса старается сделать жизнь своих соседей радостнее. Светлана передаст подарок от телекомпании «Сейлер» город Мурманск. Диплом и кубок. Еще раз напомню, документальный фильм назывался «Три дня из жизни директора космоса». Северо-западное вещание город Мурманск. В номинации «Душа народа» победителем Берегини стал фильм «Бегство к истине» авторов из Тюмени. О том, как Анна Неркоги отказалась от мерзких дел и создала свой мир добра. А мы знаем героиню как автора повести «Белый ягель». Архангельская епархия преподнесла авторам икону Казанской Божьей Матери. 11 творческих коллективов из Ханты-Мансийска, Салихарда, Уфы, Минска, Казани прислали работы в номинацию «Земля наш общий дом». Приз Берегини получил документальный фильм «Моя родня» продюсерского центра «ДС-фильм». Вместе с конкурсантами переживают партнеры фестиваля, представители общественных организаций и власти. Всего в поддержке фестиваля приняли участие более 20 организаций. Призрет партнеров получили номинанты и победители номинаций среди любителей, представившие на фестиваль очень интересные работы. По традиции к участникам фестиваля обратился губернатор Архангельской области. И очень приятно, это очень здорово, то что у нас на нашей поморской земле в городе Архангельске тоже существует такое событие. Кинофестиваль. Фестиваль, где наши зарождающиеся звездочки или состоявшиеся мэтры могут представить свои работы на суд зрителя не только в рамках такого популярного жанра, но и как искусство своим переживанием, своим видением подхода к этому творчеству. Мне очень радостно, что Берекиня, она соответствует и своему имени, и тому духу, который изначально закладывался в этот фестиваль. Ненецкая ТРК представила на фестиваль три программы Тинь Ивана, которые жюри оценила как лучшие среди лучших, присудив приз победителя в номинации «Русский север. Территория дружбы». Заслуживает диплома фестиваля. Вот эти прекрасные статуэтки Берекиня и ценного подарка от Архангельского областного собрания депутатов. Кубок Берекиня отправляется в Ненецкий автономный округ. Илья Сахаров, Мария Кравченко, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.